Началось, как обычно, всё случайно, и всё странно. Хочется опять каждую среду спешить на эфир и что-то говорить, общаться. Это, конечно, наслаждение. Когда ты все свои вот эти эмоции, положительные, отрицательные, выкладываешь в песню, ты как бы очищаешься. Поехать в Африку, взять с собой 500 долларов и прожить там 15 лет. Если среди слушателей есть писатели, задумайтесь над тем, здесь богатый материал для будущей книги. Думать не надо и прорабатывать не надо. После завершения анекдота минута была в эфире просто тишины. Никто не знал, что делать. Серж Ловти в эфире. И, конечно же, очень здорово сказать и рассказать вам, уважаемые радиослушатели, о том, что уже 9 лет музыкальный салон в эфире, а ведь идея-то того самого человека, Сержа Ловти, который сегодня у нас в эфире. И background music Lofty Band, к которому вы так привыкли. Вот он, bluesman, который это написал, и это уже становится каким-то таким лейтмотивом наших, такой середины недели нашей, да? То есть среда, полдень, середина недели. Максим Челиков с нами на связи. Йоу-йоу-йоу, Юля, привет! Как рад тебя слышать. Расслаждаюсь моментом. У нас сегодня такой большой мост, который соединяет Барселону, Нью-Йорк и Москву. Серж, здравствуйте. Добрый день. Очень рад этой встрече. Очень долго отсутствовал я на музыкальном салоне. И я безумно рад, что я здесь, первое. Второе, что вы услышите немножко истории, но и вот новые песни, одна из которых только сейчас прозвучала эта песня, написана для нового нашего проекта. И, кроме того, хотел бы сказать, что 9 лет музыкальному салону, благодаря Юле, конечно, потому что это она возродила его из небытия. Идея-то моя. Вот новое рождение проекта, это, конечно, заслуга Юли. Спасибо большое за это. Вы знаете, я вообще благодарна ситуации, что так произошло с Игорем Сандлером, а мы подхватили это. Но если бы не Александр Борисов, а вот Александр Борисов, это основной человек в этом во всем, без него бы не вышло. Саша, огромный тебе привет. Абсолютно верно. И большое спасибо. Да, он здесь рядом, я пожму ему руку. И, знаете, вот теперь хочется, столько лет прошло, сегодня обо всем узнать, разобраться во всех тайнах. Серж, надеюсь, ты расскажешь нам, как все это получилось, как ты придумал эту программу, этот великолепный проект, который живет столько лет и не отпускает нас ни на минуту. И сколько лет назад, потому что мы-то уже теперь знаем, что сначала это задумывалось как Чикаго, Москва, и было это, наверное, уже лет 15 назад. Хотя, конечно же, мы и поговорим о группе Лопти Бэнд, которая с 2005 года существует и радует, и этот хит «Секс и виски», который вот у нас звучит, да, это вот как раз, это тоже детище Сержило. Да, и проект вообще-то начался случайно совершенно. Просто однажды такое было New Life Radio в Чикаго, и они решили взять просто у меня интервью по поводу того, как человек мог прожить 15 лет в Африке, и что он там делал. Вот, и так получилось, что к этому моменту был готов первый диск, вот этот сезон дождей, африканский диск, и я решил его разбавить с песнями, мой рассказ про Африку, и получилось, что и песни показались интересными, и формат получился интересный, и мы решили попробовать еще раз, сначала часовую программу, потом больше, больше, так что началось, как обычно, все случайно, и все странно. Как, кстати, эта песня, которую вот сейчас слушали, она родилась, хочется верить, посреди ночи, я часа в два ночи у меня вдруг пришли в голову стихи, потом музыка, я быстро все записал. Зная Сержа, это абсолютная правда, знаете, раньше у нас много гостей приходило, артистов, и говорили, я вот пока чистил зубы, придумал три хита, вот, и были сомнения насчет этого, но все, что говорит Серж, я верю на 100%, ночью, два часа ночи, гремит гроза, значит, и еще что-нибудь, и тут рождаются слова песни. Да. Я позвонил Сергею, не позвонил, я сбросил ему песню, а он через 15 минут позвонил и спросил меня, Серж, что у тебя случилось, беда какая-то? Я говорю, нет, это просто песня. Вот это да. Дело в том, что я прям даже сейчас услышала интонацию Сергея Смолявского, что у тебя случилось, беда какая-то, да, он прям так всегда говорит. Дело в том, что с 2005 года, как раз когда первый студийный проект был написан на наркотик под названием «Африка», 21 песня там была, и один видеоклип, и он создавался целой группой музыкантов, композиторов, аранжировщиков, а вот впоследствии от этой группы остались только Сергей Борисов, Серж Лофти, который сейчас у вас на экранах, и Сергей Смолявский. Они и были в основе той группы, которая дальше вела студийную работу над проектом, и записали еще 40 песен. 40. Остались рожки до ножки. Давайте послушаем что-то и расспросим. А вот оттуда же из Африки. Да, кстати, очень хочется сказать, что, смотрите, у нас сегодня у Сержа отсвечивает Средиземное море в окне, потому что над Барселоной его дом парит. Специально сделал. Спасибо. У Макса... Да, у него отсвечивает подземка, видимо, московская, метрополитена. Нет, у тебя там драйвит, стой за Александр Борисов, который находится в Москве. Ну и здесь мы, наверное, океаном Атлантическим посвятим. И все это соединит сейчас африканская быль от той самой группы Lofty Band и Серж Лофти, Сергей Борисов, который создал это все. Спасибо. Знакомимся, слушаем. И тот, кто любит... Ой, столько историй сегодня расскажем. Потому как с этой музыкой кто-то в детстве соприкасался, а сейчас на эту музыку кино снимает. Это незабываемо и западает сразу. Музыкальный салон. Африканская быль превращается в сказку, в легенду. Африканская быль превращается в сказку, в легенду. Даже джинны друзья, даже песен надрыв и тоска Не открутят назад, не из-за тертых до дырки на ленту. Радость встреч и потерь, и последние мечты дурака. Африканская быль превращается в сказку, в легенду. Африканская быль превращается в легенду. Добывая алмазы, мы добыли беду и печаль. Мы богатство искали, но теряли врагов и друзей. Мы, наверное, мудрей и старей, но безжалостней стали. Не считали мы лет, а теперь не хватает нам дней. А ты меня позови, мой друг. Не бери на искупь, а вдруг. Соглашусь все вернуть назад. Пусть в душе давно листопад. Память сон, пьяный бред вдруг вернут в маляриную пропасть. Ты рванула рука, рефлекторно ища пистолет. Раздирает лиану вертолета упавшего лопасть. Мы прожили там десять, но, кажется, тысячу лет. Но ты меня позови, мой друг. Не бери на искупь, а вдруг. Соглашусь все верну путь назад. Хоть в душе уже снегопад, Но ты меня позови, мой друг. Не бери на искупь, ведь вдруг. Соглашусь все вернуть назад. Пусть в душе уже снегопад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже не верится, что та самая привычная музыка, Бэкграунд-мьюзик, которую всегда мы с вами слышим, уважаемые радиослушатели, по средам в середине недели, она принадлежит перу этого человека, который сегодня гость, Серж Лофти и его группа Lofty Band. К сожалению, Сережу Смолевску вы не смогли увидеть сегодня на эфире. Надеюсь, что это дело будущего. Александру Борисову и, собственно, Максим Челикова, который сейчас у вас наконец-то на экране. Этот атлет с невероятным голосом, который хочется слушать. Да, это наш музыкальный салон. И автор идеи также Серж Лофти. А мы пока, Макс, с тобой сейчас парой слов перекинемся. Слушай, как тебе ощущения от музыкального салона? Как тебе то, что у нас сейчас здесь происходит? Потому что так много воды утекло. И мне кажется, что когда возвращаешься, знаешь, как говорят, нельзя в одну и ту же реку войти дважды. Мне кажется, что даже когда так много воды утекло, по ощущениям, да, даже ты не знаешь информацию, а вот по энергии событий, по тому, как это сейчас прокачано ощущениями, вот, наверное, как-то по-другому тебе это воспринимается. Если ассоциация с водой, то сейчас я абсолютно в потоке, врываясь, вот, чувствую, мы идем на всех парусах. Это ощущение великолепное. И ностальгия, и как будто все родное. Серж, ты то же самое чувствуешь. Наконец-то возвращение в родные пенаты. Да, да, да. Хочется опять каждую среду спешить на эфир и что-то говорить, общаться. Это, конечно, наслаждение от того, когда ты можешь с людьми, которые тебе близки по духу, по любви к музыке, которые понимают музыку. Общаться – это, ну, прекрасное время. Даже не хочется, как обычно, подкалывать кого-то. Ну, нет, подкалывать надо. Вот как раз, Серж, у меня все эти годы… Верчинки не хватает нам. Верчинки. Вопрос был. Вот ты же, узнав тебя уже поближе сейчас, ты бизнесмен, инвестор, все такое. Как ты вообще в музыке оказался? Ты вообще, вот где бизнес, а где музыка? Я не понимаю, как ты к этому пришел. У тебя же все прекрасно было там, с бизнесом. Не, прекрасно не было. Пока музыка не появилась, было все очень плохо. Потом, когда ты начал… Понимаешь, в чем дело? Понимаете, что происходит, когда ты в Африке, например, я начинал работать, оторван от дома, оторван от друзей, оторван от всего, и ты начинаешь немножко, так сказать, сползать с разумной каких-то вещей, и тебя может донести что знает куда. Но когда ты все свои вот эти эмоции, положительные, отрицательные, выкладываешь в песню, ты как бы очищаешься от того осадка, которая накапливается у тебя по мере… Бардака, который там в то время был в Северной Леоне, как раз было вот эти военные положения, было все… И пришлось петь, пришлось вот… И бизнес пошел. А, ну да. Поэтому вернувшись обратно, решил хоть что-то записать. То есть гармонизация, да? Макс решил. Нет, серьезно, и тут гармонизация мощная, да? И вот от этой гармонии восприятия жизни, успокоенности, потому что тот дракон, который в раздрае, вдруг переформируется в музыкальный поток, да? В поток творчества. И какая песня была тогда первой написана? Вот то, что мы уже услышали? Нет. Первые песни, которые были написаны, их нельзя, так сказать, слушать в эфире. Они… Как-нибудь отдельно я их спою, потому что был такой большой напряжометр, что тексты получались жесткими и рядом слов, которые не эфирные. Поэтому эти песни… Но потом, по мере успокоения, появилась вот, например, последняя песня, которую мы слушали «Африканская быль». Она написана уже, когда закончился африканский сезон, и я уехал из Африки, закончил все это дело. И вот «Африканская быль» как бы подытожил, что там было, и вот вертолет падал, и ребята погибали. Вот это… Серж, вот можно резюмировать то, что ты только что сказал. То есть многие пишут песню, чтобы красиво звучал вот эти рифмы. Ты же переживаешь в песнях свою жизнь, и это чувствуется. Конечно. То есть каждая песня – это целый отрезок жизни. Поэтому вот мы будем слушать. Я попрошу тех, кто с нами сейчас, пожалуйста, вот проникнитесь текстами, прочувствуйте, проживите эти мгновения. Вам понравится. Да, это особая история, потому что человек, который писал их, просто не мог не писать. Это вот как раз из той серии, когда смотришь человек, который танцует, и мурашки, а он просто не может не танцевать, да? Ты смотришь на… слушаешь человека, который поет, и не можешь остановиться, потому что он просто не может этого не делать. Вот это вот из этой серии, да? Это не потому что профессиональность в композиции, музыкантская какая-то история, а именно вот то, что накопленное внутри, вырвалось. Спасибо. А если смотреть дальше по песням, например, Crazy Bird of Love, когда накрыло, а первое лето любви, и что было дальше, и, собственно, что за тайны там? Нет, нет, нет. Нет, там здесь тайн как раз таки нету. Эта песня написана в память Джона Лорду, в плавочнику. И там есть фрагмент, где мы, ну скажем, имитируем игру на клавишах его. Я думаю, может быть, эту песню можно оставить, не записывать, она достаточно, сейчас не показывать, она достаточно длинная. В записи будет. Нет, мы просто, да, мы просто чуть-чуть позвучим ей, чтобы понимать атмосферу. Ну давайте. Это... Да, это рок тяжелый. Ага, мы прям вот чуть-чуть буквально, я выведу на несколько минут, чтобы понять. Понятно, что Джон Лорду был совершенно таким специальным человеком в жизни Сержи Лофте. Вы уже слышите? Смотрите в лица, слушайте колокола. Мы проводим всю жизнь, словно осенью птицы в поисках тепла. Весной, летом, кто помнит, что будет зима. И нам осень дана, чтобы вспомнить об этом, вспомнить про дома. Ну а слушать-то дальше. Хочется, можно еще куплить? Ну и давай сейчас. Там сюжет. О! Ну а усмыло. ПОЕТ релепс, просто позавидовал. Ой, нет, такая атмосфера просто. Хочется очутиться в этом ощущении просто от этой вещи и от сюжета тоже. Ну, кто же об этом не мечтал, правда? Такое прям спасибо большое, Серж. А кто писал это? Я знаю, что Лофти Бэнд это отдельная история, потому что все проекты во все времена этой группы, помимо Костяка Сергея Смолявского и Сергея Борисов, были присоединены невероятные музыканты, кого только вот не назови, да, то есть, может быть, как-то можно обозначить, потому что понятно, что это всегда очень важно. У Володя у нас был соло-гитарой, он тоже практически прошел всю, с нами весь период. К Росильнику? Да, к Росильнику. Там присоединялись великолепные саксофонисты и клавишники, вот Богдан... А первый бас-гитарист, отдельно стоит сказать, Александр Борисов, сыгравший, насколько мне известно, в целых двух концертах, в самых первых концертах, и здесь тоже об этом стоит упомянуть. И писался тоже, он же писался у нас на первом диске, на нашем. Я имею в виду диск в африканский, я имею в виду диск из секса и виски. Он тоже там принимал участие в записи этого диска. Да, конечно, ну, много-много людей, я не хочу никого обидеть, если кого-то пропущу, поэтому не буду говорить. Серж, а можно вопрос тогда? Да. Вот правда ли, что вообще самая первая студийная запись была, не принадлежала твоему перу, так скажем, а написал музыку Сергей Смолявский? И это была совершенно другая история, но она в итоге не вошла ни в какой альбом. Не помнишь такого? Ну, это... Это неправда. Так, я из первых источников узнавал, так, наводил справки. Сейчас он пожалеет, что не пришел. Я бы сказал так. Нет, нет, нет. Я просто хочу сказать, что если тексты все писал я, хотя в ряде случаев после критики Смолявского я вносил изменения в тексты, какие-то такие, ему не нравились какие-то слова отдельные или еще что-то такое стилистическое как-то. Но музыку, как мы делали музыку, я вообще считаю, что его Смолявский был соавтором всей музыки. Потому что я писал песню на гитаре, а потом Сергей брал и ее доводил до ума. И многие вещи, в процессе написания песен, многие вещи коренным образом менялись. То есть музыка, которую я себе представлял, она изменялась и становилась лучше. значительно от того, что я придумал. Поэтому я считаю его полным соавтором музыкальной составляющей всех песен. Но я хотел сказать, что Сергей Смолявский на самом раннем этапе, если можно так выразиться, пытался навязать свой стиль, свое некое осознание твоих текстов. Но все-таки, может быть, ты победил в большей степени, и мы получили такой микс профессионалов и музыки, и слов, ну и в итоге получили Lofty Band, такой, который мы его знаем. Супер. Ребята, вы не поверите, сейчас один момент, у нас просто в студии, так как мы уже все решили, что будем все приветствоваться, Оля Тайсон-Шумова, которая, по-моему, три года просидела у нас к режиссерам, да? Ольга, здравствуйте. Да, здравствуйте, друзья, спасибо. Приветствую прямо. Ваш голос мы так же прекрасно помним. Да, у нас сегодня просто вообще встреча всех и вся. Спасибо. Что уже? Новый год наступил? Ну, почти. Спасибо. Открывайте шампан. Да, собственно, простите, пожалуйста, просто вот как раз такая спонтанная встреча, и ничего, что мы немножко, да, так въехали, да? Немного теплоты добавим в эфир. Так, пожалуйста. Юля, это как раз здорово, потому что следующую песню я смотрю, вот это то, что мы все встречаемся, это какая-то карма. А, дороги кармы. Следующая песня и называется «Дороги кармы». О, мой гад. Хорошо, пусть чуть-чуть позвучит. Да, кусочек, это важно. Лофти Бен сегодня. Интересно, почему вот тот самый известный блюз секс и виски Серж Лофти не хотел, чтобы позвучал. Мы, конечно, рояль в кустах приготовили, может, у нас еще получится, а сейчас дороги кармы. Сырые ты дорог Мои бессонницы Не ведут к тебе Ночь накрывает сон И солнце клонится Убегает с небес Но Ночь заберется в мой дом Как вор без совести Правда, нечего красть Давно убедил себя в том Что печали нет повести Чем тебя потерять? Дороги небесные кармы Твои и мои Не сплетутся Давно утратили дармы Любви и поэтому Руссо Незримые Иди, о Боже Твой голос Тише и дальше Тебя потерял я Но все же Любви было больше, Чем почему Ну что, уже понятно Мудрость, заложенная в песню Думаю, что Сейчас еще чуть-чуть позвучим С памяти Хочу себя убедить Очень просто уйти И другую потом найти Продолжая разжить Ветер укажет путь А куда безразлично мне Я подвожу итог Но Лишь бы на этом пути Тебя из памяти Я стереть бы смог Дороги небесные кармы Твои и мои Не сплетутся Давно утратили дармы Любви И поэтому Руссо Незримые Иди, о Боже Твой голос Тише и дальше Тебя потерял я Но все же Любви Было больше, Чем Пальше Серж, ловти, ловти бэнт Во всем вечном О любви И, конечно же О той самой карме Вот интересно, Серж Поднять такую махину Радиомост Тогда, 15 лет назад С радио Чикаго Это же тоже Какие-то должны были быть Приспосылки Или это тоже своеобразная карма Как получилась Вообще идея Чтобы пришла Москва Чикаго Тогда еще только телемосты были А тут бац И радиомост Да, радиомост И, кстати, вот я все Макса убеждал Что надо этот радиомост Выставить на премию радио Потому что это самый Длинный мост Который существует Столько времени Все радиомосты Обрывались Абсолютно Двух-трех лет Видео Это мост Телемост Он вообще, по-моему, даже Года не продержался А этот мост Да, начался в Чикаго В Чикаго там Ведущая была Татьяна Клик Она сейчас Татьяне привет тоже большой Слушает нас О, Татьяна А, да Ничего себе Дважды я была в Чикаго Жалко, что не встретились Обязательно увидимся И услышимся, Татьяна Наши объятия Распространяются Через эфир сейчас Да, Таня Нужно, чтобы мы с вами Здесь вдвоем А Макс и Сергей Значит, вот Соединенные нами Юля Татьяна, вы же очень Влиятельные люди Ну где Где представители Книги рекордов Гиннеса Почему до сих пор Они не дошли до нас Вы маякните кому надо Даю маячок Да, я поняла Так это Какие предпосылки были То есть Была как-то судьба Связана с радио Или что это Каким образом вообще Идея-то пришла У меня нет У меня никогда Не была связана Я говорил уже Что это просто Было первое интервью И на этом интервью Один из товарищей Там были В Чикаго У нас была возможность Говорить со слушателями Он позвонил в студию И сказал Вот Как так Вот вы Поехали В Африку Вам было интересно Что ли Вот мне Я уже Мне вообще ничего Не интересно Я говорю Как интересно Сколько лет Он говорит 25 лет Я уже Типа Уже все попробовал Я говорю Вот единственное Что надо сделать Как это я сделал Поехать в Африку Взять с собой 500 долларов И прожить там 15 лет Я говорю Вот тогда у вас будет Еще 499 останется Только радости Причем Заниматься Алмазными приисками Иметь авиакомпанию Это все с 500 долларами Да В кармане Разрабатывать золотые рудники Да Ну опустим детали Не ну хорошо Да Это просто вот его карма Да Его планита Сержеловти А еще Просто интересно Что радио Не знал Никого Не было в поле До того Как это радио началось И радиомоста Идея возникла Тогда только Можно объяснить Что Новик Ковчег Построил Тоже не профессионал Да Помните Какой это смешной Такой Комментарий Как-то был Давно-давно Шутка с бородой Но так или иначе Вот оно Хорошо Сейчас вещь Которая Хочется Чтобы прозвучала Она ностальгическая Ретро Можно Сергей О ней немножко Кстати я знаю Что разножанровая Развивалась И группа Лофти Бэнд И то что вы писали По-моему даже шансон Там где-то есть Да И есть шансон И там вот Там дальше Я открою небольшой Секрет Там будет одна песня Дуэт Где я пою С девушкой Из Калифорнии О Американская Все Все таксисты наши Она поет на русском Но ее Так сказать Акцент Вы услышите Что это именно Человек оттуда Вот Был шансон Потому что Вы знаете Иногда Хочется Что-то другое Вот что-то попробовать По-другому Вот уходи Например Меня вот эта песня Навеяла Я посмотрел заново Помните мы Из джаза Фильм Конечно Да Вот Где-то У меня Какой-то Вот Была Такая Ностальгия По этому Вот Потому что Они там Делали Я думаю Дай-ка я попробую Что-нибудь В этом роде Вот и получился Ой А можно еще 30 секунд На отступление Просто Когда-то Давно-давно Я была близко Знакома С человеком Профессором Института Морис Терезы Настренных языков И она была Синхронным переводчиком И все Первые Показы Предпремьерные Показы Для решающих Судьбы кино Она переводила И вот когда Как раз В джаз Только девушки Привезли Чтобы показать Ей буду перечислять Фамилии Кто это принимал Решения Какие Она последнюю фразу Некоторые любят Погорячее Собственно По которой Был назван Этот фильм Она перевела Вздохнув У каждого Свои недостатки Люди смеялись Фильм был принят И нам он был подарен И вот теперь Эта песня Написана Потому что Серж Лофти Увидел это Спасибо Круг замкнулся Да Вот она Та самая Ретро вещь Лофти бэнд Серж Лофти У нас гостем Сегодня Музыкальный салон Если ты Уйдешь То забери С собой Этот рассвет В моей памяти Выжженный Сверху 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 Ты можешь Ты можешь Не любить Но не будь Равнодушна Если ты Уйдешь Я не сбегу Поверь К монахам В тебе Ты мне Открыла Их печальный Секрет Музыкальный салон Музыкальный салон Какой звук Какие смыслы Просто И всем Сразу Привет Прямо Включаю Евгения Маргульса Ну что Мы дослушаем Эту вещь Серж Лофти У нас сегодня Гость Мы сразу После рекламы Вернемся Музыкальный салон Оставайтесь с нами У нас хорошо В Нью-Йорке Почти полдень Если ты Уйдешь То не забудь Забрать И запах И цвет Покрашен мир Где тебя Больше нет В серый Цвет Если ты Уйдешь То Тебе Мой Последний Совет Ты Не ищи Таких Как я Больше Нет Ну все Привет Можешь Все Забыть Оставь Пустую душу Можешь Не любить Ты Можешь Не любить Но не будь Равнодушен Если Ты Уйдешь Ты Уйдешь Уходи Уходи Ты Не открыла Их Печальный Секрет Нет Любви Нет Нет МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну вот мы и вернулись в музыкальный салон. Это, конечно, особая сегодня история, когда человек, который создал эту программу в эфире, когда человек, который... Собственно, та музыка, которую мы сейчас ей дали, позвучать немного больше, потому что это лофти бэнд, и эта вещь называется секс и виски. Если вы еще не знакомы с ней, то... Ну, я думаю, что в конце программы мы все-таки уговорим Сержа, и этим клипом тоже посветим. Но сейчас у него свои истории. Серж, если можно, к предыдущему витку вернемся, да, когда звучала вот эта ностальгическая вещь, уходи. И, да, действительно, это такой блюзовый привет всем. Меня даже вот Маргулису напомнило, да? Может быть, да. А были какие-то? Может быть, да. Здесь что было интересного, когда мы записывали эту песню, к нам в студию заходили разные музыканты и говорили, ой, да, я на скрипке вот здесь играю, очень клево будет звучать. Саров подходит, слушайте, а я на саксофоне, можно вам здесь кусочек вам на саксофоне сыграю? В общем, это был такой вот... Всем очень вот это вот... С миру по нотке. Музыкантам нравится, нравится вот эта вот, ну, такая музыка, потому что в ней много простора для фантазии. Там можно импровизировать. И вот проигрыш, если послушать, вот там много солирующих инструментов, и каждый, это был человек, который приходил и нам делал подарок в эту песню. Ну, оно какая-то такая атмосферная, а по звукам, которые там, это просто вообще как подарок, особая история. Серж, ловьте, ловьте бэнд, вещь называется «Уходи», также можно найти на всех платформах. Так что мы просто говорим вам и сдаем сразу все пароли и явки. Заходите, смотрите. Серж, а что с видео? Да, на Apple есть. Вот. А что с видео? Что случилось? Почему мы не можем это все видеть именно так, как хотелось бы? Да вот я не знаю, у нас как-то не сложилось. Мы записали, в принципе, два клипа. Это вот «Секс и виски» и песня «Хочется верить». Это такие, ну, полноценные клипы. И как-то у нас не нашлось человека, который бы... Это же отдельное искусство делать клипы. Несомненно. В том-то и дело, Серж, я как раз и хотел добавить, да. Здесь вот делать, наверное, портить. Честно говоря, песни, которые ты написал, их лучше просто слушать, вникать в пути где-то в машине, ну, лично по себе. Или на концерт прийти, живо посмотреть. А визуальный ряд, он будет только отвлекать и рождать какие-то лишние аналогии, сравнения. Не нужно это. Ассоциации, ты хотел сказать. Это аналогия, да ладно. Ну, хорошо, знаете, я так понимаю, что нужно просто встретить хорошего режиссера, который просто будет и скажет, о, а вот. Вот, наверное, сейчас как раз и время сказать, что был один человечек маленьким. Ему было 10, 11, 12, 13, когда он слышал «Лофти Бэнд» и этот альбом, который сегодня вот в части, да, мы тоже будем звучать у нас. И человечек вырос, закончил американский институт, ну, там, Суни Порчис, да, «Фильминг и директинг», там, так это приблизительно называется, стал кинорежиссером. И в какой-то момент связался с Сержем Лофти и сказал, у меня это внутри, я клеточкой чувствую ваш блюз. Хочу снять кино, не могу сейчас сказать, как это называется, это просто пока еще не вышло, вот сейчас уже в продакшене. Я так понимаю, что оттуда тоже можно будет очень... Это же самый лучший клип, когда тебя берут в кино, да, и потом вот эти вот очень качественно складывается какая-то история вот именно из этого. Вот это, ребят, сильно, вот это называется, что действительно мы можем видеть, как продолжается творчество, как оно вдруг реализовывается. Да, и на чем оно основывается, я думаю, что если среди нас, среди слушателей, есть писатели, задумайтесь над тем, здесь богатый материал для будущей книги. Это точно, это точно. Да, куча сумасшедших историй, да, поэтому обращайтесь. Ой, а еще били саксофон у нас сейчас на подходе. Серж, можно прокомментировать, что это, как это? Да-да, здесь получилась такая интересная история. Я решил посвятить песню нашему саксофонисту. Он у нас такой полненький. И я тут вспомнил, что в Африке таких людей называли били-били. Они двоят слова. Били-били. Вот, били-били. Хотя его зовут не Били, его зовут Сергей. О, тоже? Да, но я решил, что это будет клево, если вот именно били-саксофон прозвучит. И сделал рок-н-ролл. И там, кстати, была история интересная. Мы на концерте сыграли эту композицию били-саксофон. И там был проигрыш, где должен был играть саксофон. И я как-то очень запорол все это дело и начал петь. В общем, в результате проигрыша не было. Мы закончили композицию. И мне Серега Смолявский говорит, слушай, как же так? Там такое соло должно было быть на саксофоне. Я в микрофон говорю людям. Я говорю, ребята, мы здесь вот, я напорол. У нас там соло классное. Давайте мы этот кусочек заново сыграем. И мы сыграли его. Потом продюсер концерта подошел ко мне и сказал, классная фишка, слушай. Вы специально это придумали. Я говорю, нет. Мы реально забыли сыграть этот кусок. Так что там хороший проигрыш на саксофоне. Сколько лет назад это было? Почему вы вспоминаете об этом, как будто это было вчера? Потому что яркие впечатления. Удивительно. Привет Сергею Смолявского. Он самый клевый тут чувак. Он глянет, тёлки просто млеют. И это всё не просто так. Ведь каждый знает, это он. Фантастик, пиле, саксофон. Ты не купил ещё Феррари. Не накопил на телефон. Но все, которые замирают. Когда звучит твой саксофон. Но все, которые замирают. Когда звучит твой саксофон. О, билли, 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 билли. balашка ферри, билли, 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 билли. Шексель саксофон. О, билли, билли, билли. Фантастик, билли саксофон. Ну, опасаемся мы сильно И в этом есть большой везон Чтобы меня и скоро убили Свой сексофон на секси-фон Пошел в потрясную блондинку И вот и выбросил в корзинку Теперь он копит на Ферраде А ей купил же айфон Но стало просто напротив Вернись, обили сексофон Пусть я кальку я забираю И пусть звучит мой саксофон Оу, били-били Оу, били-били Я медик саксофон Оу, били-били Я сесин саксофон Оу, били-били Били-били Фантастик били саксофон А вот на таком роскошном соло Мы уходим и понимаем, что полдень в Нью-Йорке А мы обязательно продолжим Это музыкальные салоны Пусть у вас все будет хорошо Болдень в Нью-Йорке Музыкальный салон На Ройс и радио 9 лет мы встречаем с вами Середину недели именно в таком формате И сегодня чествуем того, кто это все придумал Серж Лофти, автор идеи Музыкальный салон Радиомост Сегодня в студии Но он не просто, как еще и человек Который эту идею продвинул И столько лет Мы просто уже как-то воспринимаем ее В каком-то особом ритме Он музыкант И Лофти Бэнд Музыку мы сейчас тоже вот эти два часа слушаем Потому что Это хорошо Потому что А музыкантом Да, что у Мац А музыкантом Серж был не всегда И я тут общался с Сашей Борисовым Вспоминали мы, значит, первый концерт H2O Мьюзик Серж, помнишь, да, этот концерт? Грандиозный Самый первый А там, по-моему, новый вдох, да? Там был H2O И потом Только своя музыка Да, да, живая музыка Приглашены были музыканты И вот интересные вещи Потом уже я узнал Я был ведущим этого концерта Наше знакомство с Сержем С этого началось И затем Шажками я дошлепал До музыкального салона Ну так В тот момент Когда происходил концерт Я тоже вел такую активную Бурную деятельность ведущего Много мероприятий И вот одно из таких мероприятий Концерт Причем очень необычный По сравнению с тем, что происходило И я не обратил внимания А Саша мне, напомню, указал Что когда Серж Лофти Вышел на сцену И начал исполнять Свои первые песни Он жутко волновался И это видно По той видеозаписи Которая сохранилась на DVD Осталось только DVD-плеер найти Чтобы еще раз Убедиться Так вот, Серж был Это сейчас Мы видим такого музыканта Как говорится Саша говорит Махрового Уверенного в себе Там что-то Забыли про Саксофониста Подождите Сейчас он еще раз Перепоет А тогда Тогда Руки тряслись Волнения В глазки бегали Серж, ты помнишь Самое первое выступление? Ну, конечно Хороший клуб был Много народа Много музыкантов пришло Посмотреть, что это такое Творится И поэтому Переживал сильно Конечно, было Впервые Такой большой аудитории Выступал Да Но быстро прошло Потому что Я как раз Хотел добавить Саша говорит Что он тоже Ведь на бас-гитаре играл И на следующий день У вас еще был концерт На фестивале И что удивительно Никакого волны У себя же лофти Уже не было Все, да Момент Вот эта Минута страха Была Закончена Вот это да Слушайте, ну Как здорово Что мы это вспоминаем Дело в том Что у нас По традиции Следующий час И середина недели И полдень Нью-Йорка И мы должны Сейчас Благодарить И вспоминать Тех, кто Собственно Этот проект Музыкальный салон Столько лет Держит Любит И Продолжает Да Хочется, наверное И отмотав туда Подальше Вместе с Александром Борисовым Который Видеоинженер Звукоинженер Звукорежиссер Я не знаю Какие еще там Прекрасные Наверное Статусы уже Торжественные Которые Вспомните еще Замечательных людей Которые были вокруг Яков Кутепов Например Помните такое имя Или Более того Он как-то Неожиданно Позвонил за минуту До нашей программы Просто неожиданно У нас Саша Глаза просто По пять рублей стали Да Мы успели переговорить Передали друг другу Привет Это удивительно Совпадение Яков не знал о том Что мы сейчас Собираемся Но позвонил И вот попал Сегодня Поэтому песня Карма Серж Она действительно Сейчас в кассу Вот-вот-вот А был еще Такой человек Борис Васильев По-моему Да Фотограф Фотограф Да Он тоже Все время Он снимал клип Секс и виски Ага Это его работа Ну вот И там он мелькает Вы можете его увидеть Он там заходит в магазин С девушкой Это вот именно Он и есть В клипе Ага Так все засветились Ну да Ну я не засветился Но я видел Как снимали Вот эти сцены В клубе Серж Помнишь Вот этот концерт И съемки в клубе Я бегал рядом с камерой Поэтому если вдруг Где-то там Какой-то палец Испортил кадр Это был я Он уже посыпался Голову пеплом Макс молодец Я вошел в историю Хорошо Значит Мартин Гоцманов Ирина Гоцманова Которая была под Маревой Потому что За время нашего музыкального салуна Они поженились И стали вот С одной фамилией Катюша Суботина Которая пришла на проект 15-летней девчонкой В студию В эту наверное Она самая юная Звукорежиссер Была здесь У нас был такой Семейный подряд Да Сколько спасенных ситуаций Молодец Да И именно она Тогда соединила Радиомостом По идее Сержи Лофте Яхт-радио Которая в Латвии Матрешка-радио В Лондоне Нашу Ройсэй-радио-студию Включая Филадельфию И Майами И это наверное Было тоже серьезно Был тогда у нас Родион Газманов в гостях Помнишь, Макс? Конечно Тоже красивая история была И со стримом Не со стримом А с прямым эфиром На Яхт-радио Тоже я прям представляю Сколько энергии Новой К нам тогда присоединилось Красиво Еще не могу Кстати, Юль Вы помните Такой был период У нас Когда К сожалению У нас ремонт студии был И мы не могли Выступать Со своей студией Организованной программы Помните Была другая студия Студия была Сеттедэй-мастеринг И это студия Андрей Суботин Мастеринг до сих пор Там работает Привет огромный Яну Миренскому Диане Горовой И тогда мы приезжали туда И пока Саунд-дизайн студия Стремилась К тому Чтобы это все Реализовать Да, действительно Это же была площадка Для живых концертов Это же Была Роскошная площадка Буквально В центре Москвы Это сейчас Мы разговариваем Нью-Йорк Барселона Как сказать Я лично запомнил С московскими пробками Знаете Я запомнил Дорогу Бесконечную дорогу В эту студию Точно И привет Огромное спасибо Александру Борисову Потому что сейчас Ты находишься в стенах Его пенатов Родных Еще не могу Бойти Да, как они работали Юль Помните Насчет наших Звукорежиссеров Помните Когда у нас Был живой эфир Оркестра Лундстрима Это же было вообще Сколько народу Там было Я не знаю Как они организовали Этот звук Который просто Шикарный был А Макс Ногу свело Да Он же как Он закончил концерт Пошел к нам Да, Покровский И попросил у нас запись Потому что Говорит У вас получилось лучше Чем я на студии писал А это просто был эфир Фантастика А это история С оркестром Олега Лундстрима Когда К нам пришли люди Нина Резник И Кукушкин Буретон Сейчас очень Популярная группа Очень хорошая С такими душевными Вещами И они уже И на дикой мять И везде Так заявили о себе Серьезно И мы тогда Попытали у них Ну что же за название Откуда у вас Такой Кукушкин Буретон Связано это с тембром Или как это что Они говорят Да вот Репетировали На репетиционной базе Оркестры Олега Лундстрима Взяли пепитер На пепитере было написано Кукушкин Буретон Ну и мы не смогли Очароваться И назвались именно так И тогда Когда оркестр Олега Лундстрима Пришел Они там У себя У нескольких поколений Спрашивали Кто же такой Кукушкин Ну покажите мне Буретон Саксофон Кукушкин То есть Тоже такие Такие истории Хорошо Не могу обойти Благодарностью И вниманием Человека Который помог Во время пандемии Держать музыкальный салон Мы вели его из дома Связывались с Москвой Макс ночевал на своей студии На раскладушке По-моему Да На радиостудии Да Не выпускали Да То есть это была Какая-то такая Серьезная история Я до последнего Ездила в студию Но когда уже здесь Все распоряжения Были отданы Что нет Нельзя Мы с Катей Построили у себя Уже из дома Студию В которой Смогли выходить В эфир И продолжалось Это долгое время Щебетание птиц Да Щебетание птиц Но Человек Который помог Это продержать Потому что у нас был Профессиональный пульт Микрофоны Это Сергей Штрифон Спасибо ему огромное И каждый раз Когда мы Говорим об этом О музыкальном салоне Благодарим Я каждый раз В любом случае Произношу его имя Потому что Ну так поверить В это Этот проект Это дело Огромное благодарность Инвестировать И продолжить его Это тоже особая история Сергей Я думаю Что вы обязательно Когда-то познакомитесь Юля Вот знаете Наверное В этом проекте Есть что-то такое Необыкновенное Потому что Он столько раз Проходил через Проблемы И был на грани Так сказать Исчезновения И всегда появлялись Какие-то люди Которые Все меняли И Которые Поддерживали проект И он продолжался И продолжался Сейчас продолжается Это Наверное Что-то в нем Есть мистическое Такое Да Несомненно Мне кажется Здесь Немножечко Серж Лукавит Все вокруг Его личности Пляшет Вот В разговоре С коллегами Я как раз Расспрашиваю А как все получилось А с чего все начиналось И все рассказали Такую историю Была студия На Оланецке Где Бурлила Какая-то Творческая деятельность И однажды Туда ворвался Серж Лофти Который Говорит А давайте Я запишу Пару песен Ну для себя И вот в этот момент Нужно передать привет Сергею Смолявскому Потому что у меня Например Ассоциация Прямая Со студией На Оланецкой И завертелась Давайте вот этим Продолжим Потому как Это тоже Очень широкая Замечательная вещь Которая объединяет Все в жизни И без этого Просто Ну жизни никакой Нет и не будет И все развития Дальнейшего Музыкального салона И судеб людей Которые салон Соединил Только через это Восвещение Битлз Восвещение Битлз Спасибо Серж Love 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 А это музыкальный салон Оставайтесь с нами У нас хорошо На Эбби Роуд Был сражен Я колдол Ею я И затянула В бездну чувств Глаз этой ведьмы Полония Догнал Ее И вдруг Сказал Я брошу Мир К твоим Ногам Но Понял Русских Слов Она Не понимает Нифига Мой Английский До ужаса Блох Веси Жестов И Нескольких Слов И Зову Я На помощь Битлз Битлз На студии Который день Макар Ты стал уж Мне Килать Но То, что Сон Украл Абой Не удается Отыскать Стал Английский Не так уж И Блох Меньше Жестов И Множество Сон Я Слегка Переделал Битлз Любовь Любовь и грусть Убьют Меня Смогу я Ждать Еще Три Дня И Если Все Же Не дождусь Попробую Забыть Тебя А может Полу попрошу Скажу ему Мол Нету Сил Уговорю Чтоб он Тебя На Эбби Роу Пригласил Ведь Английский Совсем Уж Неплох Предложение Слагаю Из слов Я Скажу Послушай Битлз И Конечно Лав 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 Все Все Принадлежит Любви Это проект Лофти Бэнд Если хотите Найдите пожалуйста Этот уникальный трек Ну действительно Посвящение Битлз От Сержи Лофти Мы продолжаем Музыкальный салон У нас есть еще немного Времени Будет интересно Присоединяйтесь Чуть позже Будем стримить Так что Вы с нами Ну вот В Нью-Йорке Полдень Уже даже Почти чуть больше Музыкальный салон В совершенно Расширенном формате Происходит Потому что Мы связываемся Не только с Москвой Но и с Барселоной А из Барселоны Серж Лофти Человек Который Автор Идеи Музыкального салона Радио Моста И идеи Это уже Наверное Лет 15 Обо всем Сегодня Проговорили В эфире О многом Вернее Но вот сейчас Наверное Самое такое Интересное Квитэссенция Я приветствую Всех тех Кто присоединился К нам Потому как Включил стрим И конечно Страна должна знать Своих героев Потому что Вот он Серж Лофти А еще с нами Сегодня Максим Челиков Макс спасибо Привет Юля Еще раз Спасибо за этот голос Ты великолепна Привет всем О И Серж Спасибо Серж Спасибо за все То что происходит Ну что В этой части Я так понимаю Мы должны подвести К тому самому треку Который у нас Как background music Все время звучит Вот он В этой части Мы должны Обязательно поговорить О том Кто же был Нашими гостями Музыкального салона За это время И не только По истории Как-то пройтись Но и по Следующим Каким-то наметкам Не то чтобы Планы открывать Потому как Это большая такая Вот кстати Серж А есть такое Рассказывать Кому-то О только-только Задуманном чем-то Или в привычке Это вот Никогда Я знаю что Ставить перед фактом Одну привычку Я знаю Серж Вернее не привычку А традицию Наверное Или такое Условие жизни Есть только Дома Только утром И только вечером Все что происходит Вне стен дома Нельзя Да А вот Когда задумывается Какая-то идея Ее нужно сразу Кому-то рассказать Или наоборот Держать в себе До тех пор Пока Что-то Собственно Не реализуется Или не зарегистрируется Юль Вы знаете Я По жизни Человек Который Принимает Решение Очень быстро Мгновенно Скажем так Основываясь Только на интуиции Я никогда Не прорабатываю Какие-то идеи Долго И всесторонние Поэтому Я это Не умею делать Я просто Сразу чувствую Либо эта идея Пойдет Либо она Не пойдет Интуиция В том-другом случае Думать Не надо И прорабатывать Не надо Поэтому Как только появилась идея Я почувствовал Что она хорошая Я тут же делюсь С друзьями Которые Потенциально Могут принять Участие В развитии Этой идеи Если например Скажем Вот мы недавно Летали в Гаяну Там Занимались Поисками золота То я к геологам Обращаюсь Если у меня Проявляется Проект музыкальный Я обращаюсь К Смоляскому К Володе Красильникову Если еще что-то То соответственно Люди которые могут Мне помочь Потому что Зачастую В этих Направлениях Я нуждаюсь В профессионалах Ну нельзя Все охватить Ну идея Иногда приходит Совершенно Ну как например Я занимался Авиацией Не будучи Не имея образования Авиационного Но все-таки Был генеральным Директором Авиакомпании И она успешно Летала Потому что идея Была хорошая Хорошая идея Не может пропасть Я добавлю Как раз то Что мне удалось узнать Вот та идея С музыкальным Фестивалем Она буквально Была озвучена В компании Серж говорит Неплохая идея Почему бы не сделать Нам такой Свой фестиваль Живой музыки Не прошло И нескольких Месяцев И эта идея Стала реальностью Вот так Секунда Буквально По меркам времени И все реализуется Вот наверное Отличительная черта Сержа Проекты Которые От идеи До реализации Там проходят Совсем короткий путь Ребят Нам теперь нужно Быть еще аккуратнее Потому что По радио Слышнее То есть что делать Если он задумал У него и так Забывается А тут еще и вон Мы усиливаем Эффект Кстати Макс Ты когда работаешь На своей радиостанции Ты тоже желание Вслух загадываешь По радио Слышнее И все быстрее Забывается Кстати я об этом Не думал Надо будет попробовать Спасибо за наутку А то все Куда-то В темноту В пустоту Хорошо Жалко что мы не можем Александра Борисова К микрофону притащить Потому что мы бы сейчас С ним как раз Повспоминали Тех людей Которые были В музыкальном салуне Но наверное Данил Крамер Это тот человек Которым хочется Говорить Александр Иванов Из таких Иванов Иванов Кстати потрясающий человек Юля Я вспомню одну историю Он однажды Еще мы на Чикаго работали Он первый раз Пришел тогда к нам И так получилось Что он был в одной Из первых передач Чикаго И он был же Помните Одним из первых Гостей Когда мы переехали В Нью-Йорк Он был вообще первым Да Вот Потрясающий человек И он тогда В той передаче Сказал Давайте я расскажу Анекдот музыкальный Он рассказал Ты же не будешь Его пересказывать сейчас Это был прямой эфир Я не буду его пересказывать Потому что после Завершения анекдота Минута была в эфире Просто тишины Никто не знал Что делать Потом все засмеялись Дико Вот И когда помните Он был у нас Он опять сказал Можно я расскажу Анекдот Да Мы напряглись Пульсировать вены Начали на лбу Только не этот Только не этот Ой слушайте Кстати Музыкальный салон Вы знаете Можно вспомнить Юль Я извиняюсь Я хочу просто вспомнить Сашу Шевченко Потрясающего музыканта Потрясающего человека Я не знаю Он у нас был несколько раз Это талант Который вообще Ну Ну не знаю Я не знаю таких людей Таких музыкантов Вот Который мог на ходу Сочинить песню Просто на любую Заданную тему Он говорил Задайте тему Пару слов И все Мгновенно рождается Да Я сейчас говорю У меня дрожь по телу Потому что Ну такой человек Просто ну Уникальный Вот память ему Конечно долго Дело в том Дело в том что Миша Коняев Это человек Который вместе С Сашей работал И также приезжал В Нью-Йорк Ну в Америку здесь Было много концертов Он сейчас в Майами Так что огромный привет Тебе Миша Мы уже сделали Несколько концертов И делали большой Трибют Памяти Саши Шевченко Поэтому да Серж Спасибо за это знакомство Почувствовалось все А еще Александра Зарецкого Нельзя не вспомнить Помните Это старый приятель Да То есть человек тоже Какой-то очень большой Вклад В Жизнь многих И того поколения Когда он делал И творил свою музыку У него осталась Невыпущенная Пластинка детских песен Он не успел Очистить права Спели детские песни Звезды Тоже со всей своей душой Как вы понимаете Душа же Если она раскрывается Она же во все стороны Раскрывается Человек масштабным Не может быть Только в каком-то Одном Тем более Если речь идет о творчестве Поэтому Конечно О той детской пластинке Так как я не знаю У меня тоже так осталось Немножко Как будто Я могу помочь С этим С реализацией Этой пластинки Не знаю правда К кому И как Обратиться Где найти концов Но думаю Что это тоже будет Ну хорошо Серж А вот Из тех людей Которые Я просто помню Как на Оланецкой Висели портреты людей Которые были гостями Музыкального салона У нас были Да Кто так больше всего Так по ощущению У меня Вы знаете Потрясающее впечатление Оставили многие люди И как бы Как бы несоответствие Их сценического образа И Действительно Интеллигентности И ума Когда они просто Приходили и говорили Ну например Гарик Сукачев Да Казалось бы Такой баламут на сцене А какой прекрасный Человек В жизни Да Абсолютно Ну кто еще Александр Братья Крестовские Братья Крестовские Роскошный человек Интеллигентнейший Маршал Дипломат Маршал Меня попросил Алексей Белов Вернее Алексей Алексей Вот два человека Вот А Николай Девлеткильдиев Моральный кодекс Да Сейчас он уже У него свой проект Кильдей Бразерс И Очень Очень здорово Ну и Андрей Сапунов Помните Как это было Тонко Как это было Звон 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 Конечно Да Да Это удивительно Просто У нас так и остался трек Научи молиться Это Как-то Тоже вот оттуда же Из нашего эфира Из музыкального салона Все живье И оно Незабываемое Да Спасибо Серж Огромное Вы помните Юля Когда Такое ощущение Когда мы сидели Внутри студии Фактически С одной стороны Сидел барабанщик С другой клавишник Впереди стоял гитарист И мы внутри Этого ансамбля И все это происходит Чудо И мы находимся Да Это самое незабываемое Впечатление Которое я Так же На всю жизнь Запомнил Какие только гости Не приходили Был хор Помните Огромный хор Ой группа цветы Остас с нами Огромный хор Пришли такие Бум Дали жару Ух это было круто И синяя птица И вы знаете В чем наверное Еще такая основная фишка Когда в маленькое Пониск Несмотря на то Что это студия Живого звука На радио Это же как-то Бродкасс Сразу был Да Несмотря на то Что она была Большой Но для этих Пространств Она была Маленькой И еще Для пространств Той энергии Которой Привыкли Фонтанировать Те люди Которые выступают На огромных сценах Для дворцов спорта И мы сидели Втроем Макс Серж И я И вот эта моща Которая шла На дворе спорта Нас просто прибивала К стене Шевелились волосы От ветра Это просто фантастика Знаете В этом плане Самое потрясающее было Я не помню Вы были Макс точно По-моему был Это когда Шотландские ребята Приехали С барабанами С этими Дудками Артем Ой как же его Артем Да Да Точно Ну я обязательно Вспомню Привет Вот там звук был Убивающий По громкости Они же не могут Тихо играть Они просто Инструменты Не настроены На тихую игру А когда Барабанные партии И там Огораживали Аквариумом Специальным Чтобы не перебыв Но все равно Ты сидишь Прям на сцене Вокруг тебя Рождается музыка Это что-то невероятное Почувствуй себя Частью музыкального коллектива Что называется Да это конечно Отдельная история Нет Представьте Вот у меня сейчас Такая ассоциация Что мы Были частью группы Вы знаете Вот сейчас еще Хочется передать привет Игорю Сандлеру Потому как мы Связываемся С продюсерским центром Игоря Сандлера И в этом Продюсерском центре В интерьерах Роскошных Игорь Сандлер Приглашает Пройти И это получается Такая гостиная Гостиная с красными диванами Иногда с красными стульями Конечно мне При этом Хочется поблагодарить Вдвойне и втройне Александра Борисова Который собственно Перфекционист И для которого Присутствие На этой площадке Это конечно Особая история Потому что Он-то привык И на этапе подготовки И на этапе продумывания Чтобы все это было На сто процентов Но А если речь идет О глобальном чем-то И Конечно же Очень хочется верить Что Как только ты говоришь Так это реализовывается И когда В процессе эфира Вдруг оказывается Что немножко Не хватает интернета Потому что Продюсерский центр Огромный Там происходит Много разных Ивентов Одновременно Да Или что-то еще Какие-то такие вот Моменты То Вот Саша Огромное тебе спасибо Двойное Или в тройном размере За то Что ты все-таки Держишь этот Выдерживаешь И можешь Ну а Игорь Сандлер Сам человек-легенда Серж я надеюсь Что когда-то Удастся Всем вместе встретиться И Конечно же Поговорить и об этом Потому что достойное продолжение Музыкальности Времени на музыку Не хватит Тогда уж Кстати Что сейчас будем слушать Я так понимаю Что наверное Именно сейчас И будет Тот самый трек Которому мы С вами привыкли Как вы помните Да Секс и виски Только он будет Не в инструментальном Исполнении А в том самом В котором был задуман Эта же песня Кто Что за культовый человек Там снят Сергей Можно к вам Вот еще Напомните Пожалуйста Да Анатолий Вассерман Да Вы про него Совершенно верно Да А как такая комбинация И коллаборация Случилась Каким образом вы Или это просто Для съемки было Ну Родилась идея У Морского Такой есть Александр Морсков Который режиссер Этого клипа Он просто искал Человека Который бы В этой ситуации Был бы неожиданным То есть Но Совершенно Неподходящим Ко всему Что он творит В течение клипа Мы перебрали Полный беспредел И отрыв Да И когда мы Предложили Вассерману Сняться В этом клипе Он неожиданно Быстро согласился Единственное С ним было сложно Снимать Потому что Он Рассказывал Много интересных Историй По поводу Любого этапа съемки Что здорово Отвлекало Хотя он снимался Только в самом конце Три минуты Клипа И в конце Может 10 секунд Последний Он появляется Но 10 секунд Это все равно больше Чем Серж на экране Появился в этом клипе Все равно больше Да Ты там 7 секунд Но В любом случае Действующе Захватывающе Я придаю привет Тем тем Кто сейчас смотрит Наш стрим Пожалуйста Найдите На ютубе Лофти бэнд Называется Секс и виски Потому как Я стрим выключу Чтобы нас не заблокировали За контент Хотя Автор И музыки И клипа У нас сегодня В программе Это музыкальный салон Только для детей Старше 18 лет О да Сразу контента Вот Это уже клип пошел Оставайтесь с нами И собственно Вот у нас еще Несколько минут Серж Лофти в эфире сегодня Оставайтесь с нами 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 бэнд. Огромный привет всему составу и костяку Сергею Смолявскому и Александру Борисову. Сегодня присутствую здесь, который также, я так понимаю, что все это время был всегда тоже рядом. И так, ну, не только рядом, а, собственно, первый бас-гитарист проекта, насколько я понимаю. За кадром, да. Ну, вот, к сожалению, за кадром, но тогда видео было необязательным участием в программе. У нас есть еще одна премьера. Премьера, которая, собственно говоря, готовилась. И как называется вещь, что за премьера, мы ее немножко совсем для затравочки продемонстрируем? Давайте, Сергей. Да, кусочек информации. Та песня, которая прозвучала Шапитой целиком, она нигде еще не... Вы не найдете ни в интернете, нигде ее, просто нет нигде. Точно так же ее песня «Ты», которая сейчас прозвучит, это тоже новая песня совершенная, и она тоже еще никогда нигде не звучала. Это первое звучание. И в интернете ее тоже не найдете. Ее нету просто. Мы ее не выкладывали. Пару слов об этой песне. Эксклюзив для... В ней играет габон. Габон. Этого достаточно. Это очень редко. Духовой инструмент, понимаете. Это вот из нового проекта. А это... А Баргетан, это Леша из Питера. Парень потрясающий. Леша из Питера. Хорошая фамилия. Лофти Бэнд. Называется «Вещь ты». Сейчас мы услышим по ней состояние Сержи Лофти и все поймем. Ты все поймешь. Ты все увидишь сам. Ты можешь все забыть. Ты научилась жить. Это право твое Ты выбираешь. Прости. Но я такой же, как ты Ищу свои пути. Ты? Ты просто вся в себе. Ты? Кто я теперь тебе? И ведь все вокруг так изменилось. Прости. И я другой уже ищу свои пути. Сержи, роскошная музыка. Абсолютно роскошный проект. Конечно, просто диву даешься. А кто на клавишах? Я знаю, что Александр Голиков был. Я знаю, что Николай Добкин был. И Джамшет из Мамадов, да? Я тоже помню. Ну, Джамик. Все его называли Джамик. Просто потому, что это невероятное звучание. Я тоже уже, мне кажется, с летом могу... Впервые у нас такие. Да, да, да. Вот он, Гобой. В рок-музыку ввели новый звук. Фантастика. А кто музыкальный продюсер? Это все вы, да, творите? У нас нет музыкального продюса, мы сами себе. Ага, ну там все уже в гармонии. Мы поняли стилистику, как видите. Да, действительно. Серж, тебе нужно сказать... Стилистика поменялась. Большое спасибо, да. Это что-то новое. Абсолютно вот чего-чего такого не ожидал от тебя. Это очень круто. А еще кажется, что я эту песню уже давно-давно знаю. Я понимаю, что я ее слушаю первый раз, но мне кажется, что я ее давно-давно знаю. Не, мне кажется, абсолютно новое, но мне нравится. Ну вот именно поэтому, да, так ложится просто в резонансе. Через два года, уже через год, Лофти Бэнд 20 лет. Представляю, чем мы это отметим. Очень надеюсь, что здесь концерты тоже будут. Серж, ну вот, наверное, сейчас стоит также обознать всех музыкантов, которые вот эти премьеры делали с вами вместе, и, собственно, уже завершить нашу сегодняшнюю встречу. Музыкальный салон очень быстро подбегает к концу. К завершению. Ну, это тот же самый состав. Ну, вот уже упомянули Джамика, который на клавишах играет. Тоже Володя Красильников, я, Сергей Смолявский. Бас-гитарист Алексей. Я просто сейчас забыл его фамилию. Ну, вылетел такой, старенький уже. Надо же. Потрясающий музыкант совершенно. Плещенов. Я только Глухова знаю. Плещенов. Да, вот. Плещенов. Да. Великолепный басист, просто потрясающий. Вот эта же группа, больше никого нет. Сами по себе все делают. Спасибо огромное. И за все то, что сегодня качнули. У нас там великолепный, есть совершенно потрясающий блюз. Я только название скажу. Блюз Сыктывкар. Ух. Сыктывкар. Петь его очень тяжело, потому что слово Сыктывкар тяжело поется. Давайте в следующий раз будем ждать джаз, еж, карала и блюз Сыктывкар. Самое удивительное, что мы пробежались только по верхам. А там еще богатство, творчество Сержа, которое он нам не показал. Вы даже не представляете, что вы сейчас скомпенсировали. У нас тут в каждом эфире звучит слово город Саратов. Вот сейчас блюзом Сыктывкар вы прям все сразу скомпенсировали. Спасибо вам огромное. Спасибо за все эти, ну, наверное, искренние потоки, которые вы выражаете в чем бы то ни было. Через музыку, через ваши проекты, через то, как говорите, о чем говорите. То, как люди какие потрясающие рядом с вами. То, как музыканты становятся друзьями или наоборот друзья присоединяются к вашему проекту, к вашим проектам в любых форматах. Я сохранила тепло тем людям, которым испытывала огромное уважение. И передаю личный привет, конечно же, Сергею Смолявскому. И очень надеюсь, что когда-то получится увидеться в студии всем вместе. Это Серж Лофти. И Лофти Бэнд у нас в студии, собственно, звучит каждый раз в середине недели. Отдельное спасибо. Давайте скажем сердцу музыкального салона. Это Юлия Геримов. Батюшки. Батюшки. С тебя ничего бы не получилось. Вся эта нежность, вся эта любовь, искренность, теплота. Спасибо тебе. Спасибо. Максим Челиков, я жду твоего голоса. Саша Борисов из твоей студии. Сегодня мы делаем музыкальный салон. Серж, спасибо вам за голос, за чистоту, за сердце. До встречи. Пока. Всем счастливо, уважаемые радиослушатели. Осталось ждать и верить, что промахнется враг, что будет путь светлей. Мы ближе с каждым днем, и нам не надоело плести на зло годам. Любви и жизни нить, и забываясь сном, все так же не умея. Молюсь я всем богам, от бед тебя хранить. Как ночь сменяет день, вот так же неизбежно я ураган страстей сменю на легкий бриз. Простор на домопле, войну и ложь на нежность. И посвящу я ей последний свой каприз. Мой долгий путь к тебе годами не измерить. И бездорожья мрак, и безысходность дней. Доверившись судьбе, осталось ждать и верить, Что промахнется враг, и будет путь светлей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok